Преподаватель гражданского права Сибирского юридического института потерпел фиаско в суде. Ему отказано в удовлетворении иска о защите чести и достоинства и в компенсации морального вреда. История началась с обращения студентов к депутату и к конкретному преподавателю не имела никакого отношения. Депутату Андрею Селезневу студенты сообщили о сборе денег накануне экзаменов, но назвать конкретного преподавателя побоялись. Поэтому депутат был вынужден обратиться к руководству учебного заведения с просьбой провести служебную проверку. В результате пришел ответ, что подобных нарушений не обнаружено, но этим дело не ограничилось. Вслед за официальным письмом депутат получил приглашение в суд. Оказалось, один из преподавателей посчитал, что его репутацией служебной проверкой нанесен ущерб, а виновен в этом депутат Селезнев. Ко мне обратились как депутаты городского совета три человека, которые представились как студенты Сибирского юридического университета МВД, которые пожаловались на то, что руководитель их факультета объявил о сборе пожертвований на нужды факультета 10 тысяч из каждого слушателя. Действуя в интересах, граждан депутат городского совета Андрей Селезнев сообщил информацию о возможных коррупционных явлениях руководству ВУЗа. В своем обращении он просил проверить сведения, предоставленные студентами. Проверка показала, что данная информация не нашла свое подтверждение в ходе проверки. Ну, а затем через несколько месяцев я получил повестку в суд, где данный господин полицейский требовал привлечь меня к ответственности за то, что я распространял лживые сведения. Моральный ущерб полицейский оценил в полмиллиона рублей. Однако суд принял решение, что требования преподавателя Сибирского юридического института безосновательны и отказал в удовлетворении иска. Это просто людям нечего делать. То есть в данной ситуации еще вот нюанс-то в том, что этот человек полицейский, преподаватель, причем преподаватель гражданского права, в котором изучается вот этот предмет защиты чести и достоинства. Еще возмутительнее выглядит то обстоятельство, что полицейский, который призван защищать права граждан, попался нажиться на депутатском обращении, в котором не содержалось никакого обвинения в отношении конкретного человека, говорит адвокат. Депутат горсовета не хотел унизить именно этого педагога, а лишь выполнил свои функциональные обязанности. Главное то, что он полицейский. А у нас вот такое впечатление складывается, что полицейские сейчас, вместо того, чтобы свои обязанности исполнять, они борются с гражданами, с журналистами, с депутатами. То есть все, кто имеет наглость, неосторожность как-то их критиковать, они подвергаются каким-то преследованиям. В этой ситуации уже и непонятно, кто нанес больше вреда репутации преподавателя. Депутат городского совета с просьбой провести проверку абстрактного лица. Или же сам педагог, который проиграл суд и фактически расписался в своей профессиональной безграмотности. А еще возникает вопрос, чему учил студентов преподаватель, который не в состоянии оценить исходы судебного разбирательства. По последней информации, разочаровавшись в преподавательской деятельности, он подался работать в ГАИ. Поэтому будьте бдительны на дороге, не ровен час может выписать неправомерный штраф.